День Святой Троицы Поскольку дата Пасхи переходящая, то и Святая Троица приходится на разные дни. Православные христиане отмечают этот праздник с 381 года. Именно тогда на Втором Вселенском Соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога – Отце, Сыне и Святом Духе. Накануне Дня Святой Троицы свершается всеночное бдение, а в сам праздник свершается одна из самых торжественных и красивых служб в году. После Божественной Литургии служится Великая Вечерняя, прославляющая Сошествие Святого Духа, и читаются три молитвы с коленопреклонениями священнослужителей и прихожан. Этим заканчивается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершались коленопреклонения и земные поклоны. На Троицу есть обычай украшать храмы свежескошенной травой и ветвями березы. Есть две причины. Первая – это церковно-историческая и символическая. Исторически, я думаю, эта ветвь напоминает нам о мамврийском дубе, под которым Господь, Святая Троица в виде трех ангелов, явились Аврааму. Это мы с вами видим на иконах, которые лежат у нас в праздничные дни на аналое. Но Троицкая зелень имеет и символический смысл. Это душа, которая расцветает и зеленеет после зимней спячки. Была в нашем сердце зима, холод, но Дух Святой коснулся нашего сердца, и оно расцвело. Ветвь свежа только тогда, когда она на лозе, но стоит ей только оторваться, в скором времени она засыхает. Так и человеческая душа, когда она держится за лозу, которая привита, она цветет, зеленеет и благоухает. Сам Господь сказал, я лоза, а вы ветви. И вот пока человеческая душа держится за эту лозу, то есть за Христа, она цветет, благоухает, расцветает. Но стоит ей только оторваться от лозы, то есть от Христа, в скором времени она засыхает. Будем же мы держаться этой лозы, которая напаяет нас благотворным соком, божественной благодати Святого Духа. И будем с особым усердием молиться, чтобы Господь не оставил нас и не лишил благодати Святого Духа. Здравствуйте! Сегодня 8 июня. Русская Православная Церковь отмечает День Святого Духа. День Святого Духа всегда отмечается Церковью на 51 день после Пасхи или на 2 день по Пятидесятнице. В этот день прославляется Третье лицо Пресвятой Троицы – Дух Святой. С молитвы Духу Святому мы начинаем все основные молитвословия. «Царю Небесной утештелю души истины, и живи здесь и, и вся исполняй». Эту молитву мы начинаем вновь читать после долгого перерыва в сам День Святой Пятидесятницы. Этот праздник также называется Днем Святых Апостолов, Днем Сошествия Святого Духа на апостолов, потому что в этот день произошло знаменательное событие. Святой Дух, видимо, образом в виде огненных языков снизошел на учеников христовых апостолов, которые собрались в Иерусалиме, в Сионской горнице, пребывая единодушно в молитве. И здесь мы видим исполнение слов Христа Спасителя, которые Он говорил своим ученикам незадолго до окончания своей земной жизни. «И я умолю Отца Моего Небесного, и Он пошлет вам другого Утешителя, Духа Святаго, который пребудет с вами во век века. Утешитель же Дух Святой, которого Отец Мой Небесный пошлет во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам обо всем том, чему я вас учил». Святой Дух является, как я уже говорил, Третьим лицом Престой Богородицы. И в этот день мы торжественно отмечаем этот праздник, прославляя Господа Жеотворящего, Иже от Отца Исходящего, Иже с Отцем и Сыном, с поклоняемой Ислаем, и глаголошего пророки, как об этом говорится в Никео-Цареградском символе веры. Этот праздник имеет древнее происхождение. Уже в книге апостольских постановлений мы можем встретить упоминания о широком праздновании вот этого события. Действительно, День Святой Пятидесятницы является днем рождения Церкви Христовой. Для чего Господь послал Утешителя Духа Святаго? Для того, чтобы апостолы укрепились, вот как мы знаем из текста Священного Писания, сразу после сошедствия Святаго Духа в виде огненных языков, каждый из которых почил на каждом из апостолов, они стали говорить на разных языках. Необходимо это было для того, чтобы евангельское благословение распространялось по всей вселенной, не только среди иудеев, но и среди тех, кого мы привыкли называть язычниками. Кто же такой Дух Святой? Он единосущен Отцу и Сыну, имеет личные или ипостасные свойства. Он предвечно исходит от Бога Отца и не имеет во времени ни начала, ни конца. В свое время Господь говорил своим ученикам, в тот момент, когда вы пристанете перед мучителями на суд за имя Мое, не думайте, что вам сказать, Дух Святой будет говорить вам. И вот мы, обращаясь ко временам Древней Церкви, мысленно окидывая своим взором историю Древней Церкви, видим, что бесчисленное число святых мучеников Христовых были преисполнены Святаго Духа и безбоязненно исповедовали имя Христова. Этот же Святой Дух всегда живет в Церкви, и им всякая душа живится и чистотой освящается. Таинство Церкви совершается посредством Святаго Духа. Самое главное Таинство Церкви – это таинство приложения хлеба в истинное тело Христова и вина в кровь Христову. Каждый человек призван быть сосудом Божьей благодати, сосудом Духа Святаго. Для этого, конечно, необходимо не только исполнять заповеди Христовы, но и также усовершенствоваться в добродетелях христианских, прежде всего, смирение, неосуждение, молитвы, поста. Воскресный день предшествующий празднику Святой и в Живоначальной Троице, Святая Церковь совершает память Святых Отец Первого Вселенского Собора, который собрался в малайзийском городе Никея в 325 году в числе 318 святых отцов, в числе которых были такие великие святильники Церкви Христовой, как святитель Евстафий, патриарх антиохийский, святитель Афанасий, будущий патриарх Александрийский, святитель Христов и Чудотворец Николай, святитель Христов и Чудотворец Спиридон Тримефунский, которые осудили богоборческую ересь Арии. И сегодня, в этот день, совершается еще и память всех святых отцов семи Вселенских Соборов, последний из которых собрался в том же малоазийском городе Никея в 787 году во время правления императрицы Ирины в числе 369 святых отцов и восстановил почитание святых икон православной церкви. И вот сегодня мы с вами молимся перед Казанской Жадовской иконой Божией Матери. Века протекли, а церковь хранит этот догмат, установленный святыми отцами 7-го Вселенского Собора, догмат о почитании святых икон, суть которого заключается в словах, сформулированных на этом Соборе. Честь, воздаваемая образу на первообразное восходе. Ведь не доске, не художественному произведению воздаем мы честь и поклонение. Мы воздаем честь и поклонение тому, кто написан на этой иконе, кто изображен на ней. И воздавая честь образу, мы, конечно, мысленно переносимся к первообразу, к тому, кто изображен на святой иконе. Из предания церковного мы с вами знаем, что сам Господь и Спаситель наш в одни своей земной жизни по просьбе Эдесского царя Авгаря выполнил изображение своего лика, которую мы называем нерукотворным образом. «Господь умыл свое лицо водою и отер его чистым полотенцем. И на этом полотне изобразился причистый лик Господень, который он и послал страждущему неисцельной болезнью князу Авгарю. И тот получив это изображение вместе с тем получил и ослабление своей болезни. А когда принял от апостола Анании святое крещение и полностью был исцелен от болезни, от проказы, недуга, которое в то время был неисцелим. Мы знаем предание Святой Церкви о первом образе причистой и преблагословенной Владычице нашей Богородицы. Святые апостолы в Лиде, которая находится недалеко от Иерусалима, построили храм в честь Пречистой Божией Матери. Это было еще в одни ее земной жизни. И они хотели, чтобы сама Матерь Божия пришла на освящение этого храма, но она не захотела отлучаться от Иерусалима и сказала апостолам, что хотя и не придет туда, но все-таки будет там присутствовать. И когда они пришли для освящения этого храма, увидели на одном из столпов этого храма изображения образа Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. В середине четвертого века император Юлиан Богоотступник, пылая ненавистью ко Христу, приказал изгладить это изображение. И каменотестцы старались стереть этот образ Божией Матери. Но чем они больше старались, тем он больше как бы входил в саму стену и не мог стереться. Так этот образ сохранился. Он сохранился до времен иконоборческих, до IX века. И Константинопольский патриарх Герман, путешествуя по Палестине, сделал список с этого образа Божией Матери, который в эпоху иконоборчества чудесным образом был перемещен в Рим, а по прошествии иконоборческой эпохи снова возвратился в Константинополь. Мы знаем из предания церкви, что святой апостол и евангелист Лука, который был хорошим живописцем при жизни Божией Матери, сделал изображение нескольких ее икон, и сама Матерь Божия благословила эти иконы, сказав при этом, что «всем образом будет благодать моя и сила». И вот мы веруем в непреложность этого обещания Матери Божией. И действительно, с ее образами пребывает ее благодатная сила. Наша земля благодатствована явлением казанской иконы Божией Матери. Недалеко ведь от нас находится град Казань, в котором явился чудотворный, дивный образ причистой владычицы нашей Богородицы, почитавшейся всей Россией. 130 лет прошло с явления казанского образа в ограде Казани и на нашей симбирской земле, в Жадовке, в Источнике был явлен подобный же образ причистой и преблагословенной Матери Божией. И как тот образ, явленный в Казани, так и этот подавал благодатное исцеление страждущим. Веками шли к этим святыням люди, вознося молитву причистой и преблагословенной Божией Матери. А в старое время, каждое лето этот образ из Жадовки был приносим сюда, в наш град, обходил наши храмы и дома верующих жителей, и все имели возможность, взирая на лик причистой владычицы Богородицы, обращаться к ней с молитвом. Во времена богоборческие, которые постигли и наше Отечество, Казанский образ Матери Божией, явленный в ограде Казани, был уничтожен огнем, а Жадовский образ по милости Божия сохранен. Сохранен Матерью Божией нам на благословение и утешение. Сохранен для нас в знак того, что Матерь Божия не оставила нас, пребывает с нами и услышит наши молитвы. И как в старину сегодня жадовский образ Казанской Пречистой Владычицы нашей Богородицы снова посещает наш град. Снова посещает храмы этого града. Снова несет утешение и благословение всем живущим в этом граде и всем кто притекает к Матери Божией с молитвой прося ее заступничество и благодатного покрова. Вот с этой верой мы сегодня и обращаемся к Пречистой Божией Матери перед чудотворным жадовским казанским ее образом. И пусть Матерь Божия являет всем нам с вами братья и сестры свой благодатный покров. Ровно в 4 часа дня чудотворный казанский жадовский образ Пресвятой Богородицы был доставлен в Градосимбирский Спасовознесенский кафедральный собор. Главную святыню земли Симбирской встретили глава митрополии Владыка Иосиф, секретарь епархии иерманах Тихон Тихомиров и соборное духовенство. Икону сразу установили на убранный живыми цветами аналой в середине храма. Перед святыней был совершен молебен с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы в честь Казанской ее иконы. Провести традиционный ежегодный крестный ход из-за эпидемии в этом году стало невозможным. Но доставить икону в Ульяновск по милости Божией удалось. Пребывание чудотворной жадовской иконы в эти дни в столице региона стало для ее жителей жизненно важным. Как никогда мы должны наверное соборно с чистым сердцем едиными устами обращаться к Божьей Матери чтобы она избавила нас от этого поветрия от этих искушений которые выпали на долю нашего Отечества на долю нашего народа и мы питаем эту глубокую надежду что Матерь Божия как и всегда не оставит нас. Постоянное место пребывания чудотворной иконы Свято-Казанский Жадовский мужской монастырь он был возведен на месте обретения казанского образа неким страдавшим расслаблением крестьянином Тихоном в 1709 году. Множество чудес и исцелений связано с этой святой иконой и в наши дни Пресвятая Богородица подает просящим свою благодатную помощь и покров. В Спасовознесенском кафедральном соборе чудотворный жадовский образ пребывал в течение трех дней. Все это время архипастырь и соборное духовенство вознося молитвы ко Господу и Божьей Матери совершали перед чудотворным образом вечерние богослужения, литургии, молебны и чтения Акафиста. И как в старину сегодня жадовский образ Казанской Пречистой Владычицы нашей Богородицы снова посещает наш град. Снова посещает храмы этого града. Снова несет утешение и благословение всем живущим в этом граде и всем, кто притекает к Матери Божией с молитвой прося ее заступничество и благодатного покрова. Чудотворный казанский жадовский образ Божьей Матери будет поочередно посещать все храмы города Ульяновска. Завершая свой путь, икона вновь возвратится в Спасовознесенский кафедральный собор. Здесь 21 и 22 июня перед чудотворной иконой состоятся богослужения, а затем святой образ торжественно проводят на место его постоянного пребывания в Свято-Казанскую Жадовскую пустынь. Наталья Шуплецова, Симбирская метрополия. Нарышкинская барокко – так именуется архитектурный стиль, в котором возведен главный храм Ульяновского региона Спасовознесенский кафедральный собор. Инициатором и главной движущей силой по его строительству в граде Симбирске стал протоиерей Алексей Скала, ныне почивший и погребенный здесь, на территории задуманного им комплекса Вознесенского собора. Это вот такая сила, такое обаяние это было у отца Алексия, потому что этот человек он мог уговорить кого угодно и заразить свои идеи. Он нас просто заражал постоянно. И мы вот все, что он предлагал, мы просто с радостью брали. Это было очень интересно. Ульяновские архитекторы, супруги Александр Иляйля Валюхины вспоминают, как в мае 1993 года начали работу над эскизным проектом. Прототипом кафедрального собора был предложен старый Вознесенский храм, расположенный на улице Гончарова. На прежнем месте его действительно восстановить было нельзя по двум причинам. Место занято раз, и он был очень маленький, два. Главный храм епархии должен был быть гораздо больше. В июне 1994 был установлен закладной камень и затем активно начался нулевой цикл. Потом грянул дефолт и строительство продолжилось только через 10 лет в 2006 году. Множество неравнодушных людей, а это представители власти, жертвователи, архитекторы, строители, иконописцы и многие другие приняли участие в создании комплекса Вознесенского собора. На данный момент вот у нас 42 года как бы стажа профессионального. Из них 23 мы отдали этому зданию. Вот что это такое? Это проект длиной в жизнь. 21 мая 2015 года в праздник Вознесения Господня Святейший Патриарх Московский Ивсия Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спаса Вознесенского кафедрального собора в Симбирске. В день празднования Вознесения Господня и пятилетия Великого освящения кафедрального собора богослужение по случаю престольного торжества возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Накануне в Спасовознесенском соборе владыка совершил всеношное бдение и на следующий день литургию. Затем как и подобает в такой праздник вокруг храма прошло торжественное шествие. Во главе крестного хода икона Божьей Матери Неопалимая Купина. Этот дивный образ был преподнесен собору в дар главным управлением МЧС России по Ульяновской области. Не так давно пожарными спасателями Ульяновской области было принято решение написания иконы Неопалима Купина покровительницы и защитницы всех пожарных и спасателей Ульяновской области. Сегодня в честь праздника мы решили принести ее в дар данному собору для того, чтобы наши пожарные спасатели могли прийти и помолиться во славу Божию и соответственно жители, прихожане все Ульяновской области могли также помолиться, получить защиту. По завершении крестного хода владыка митрополитом было совершено освящение принесенной в дар иконы, что добавило еще больше торжественности и особой теплоты в праздновании вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Оставляя нас с вами в своей уплоти, возносясь на небо, Господь дает обетование не спасла духа утешителя. И в день Пятидесятницы это обетование исполнилось и Дух Божий обитает и сегодня в недрах Церкви своей благодатной силою через церковное Таинство освящая нас и делая способными возноситься туда, куда вознесся наш Божественный Искупитель и Господь Иисус Христос. Вознесшись на небо, Господь не оставил нас. Своей Божественной благодатью и силой Он всегда пребывает с нами, слыша наши молитвы, всегда присутствуя среди своих верных. Наталья Шуплицова, Симбирская метрополия. Здравствуйте! От зрителей поступил следующий вопрос. Как соотносится православие и спорт? Здесь, наверное, стоит начать с цитаты апостола Павла. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Человек, верующий, человек, исповедующий христианство, всегда понимает, что человек является не однобоким каким-то существом. В нем есть тело и в нем есть душа. Если он верующий, он развивает свою душу, он практикуется в молитве, он всегда старается общаться с Богом, но он также не должен забывать о своем теле. Мы сейчас не говорим о каких-то великих спортивных достижениях, а именно о базовой гимнастике, о базовом здоровом образ жизни, который человек обязан вести, потому что тело это очень важная святыня. Человек не может разрушать свое тело, потому что оно дано ему Богом. И когда человек старается его развивать, он должен всегда понимать, что это все он делает во славу Божию. И спортом, и даже какими-то великими своими достижениями в спорте, сейчас уже говоря о великих спортсменах, он может прославлять Господа, он может славить свою Родину, потому что спортивные достижения, если они великие, человек становится на виду, человек становится узнаваем, если он через свою проповедь, как спорта, проповедует также и христианство, через это он может привести к Богу очень многих людей. А что касается тщеславия или уныния во время победы или наоборот проигрыша в тех или иных соревнованиях, человек должен понимать, что это всего лишь тот или иной момент. Если ты победил, ты, значит, должен радоваться этой победе, но и не гордиться ей. Ты должен понимать, что ты победил достойного противника, что он такой же спортсмен, такой же человек, как и ты. А уныние, оно не должно тобой обладать. Оно должно остаться в сторону и ты должен, наоборот, применить больше усилий для своих каких-то тренировок, чтобы в следующий раз быть более достойным соперником тому или иному противнику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова